Ну, в общем, приглашает он меня в кино, спрашивает, какой же анфимы ты предпочитаешь? Ужасы, комедию, триллер. Эх, дежурная, не стыдно тебе? Телефон, между прочим, неотъемлемая часть деловой жизни. Более 50% всех рабочих проблем решается по телефону. Поэтому знание правил общения по великому изобретению Белла – залог успеха. Ага. Алло? Во время любого телефонного разговора нельзя жевать, зевать или пить. Слушать собеседника нужно внимательно, а отвечать так быстро, насколько это возможно. Что? Говорю невнятно? Лучше надо чистить. Нельзя заставлять собеседника ждать, не убедившись, есть ли у него на это время. Алло? Что? Вы отказываетесь от наших услуг? Однако, благовещенец, запоминай, главное правило делового общения – это вежливость. Что вы мне прислали? Я должна разместить этот ужас? Куда пошла? Это еще трубку бросили, а если бы нет? Если разговор принимает комплектную сторону, необходимо выбрать интонацию, которая поможет успокоить клиента, выяснить причину его раздраженности, а потом помочь найти ему выход из ситуации. Телефонный разговор отличается от личного тем, что отсутствует визуальный контакт, поэтому речь должна быть четкой, внятной, вопросы должны быть короткими, так как и ответы, и обязательно должны нести прямую смысловую нагрузку. Выражения вроде «ага» или «окей» в деловых разговорах неуместны. Говорить надо прямо в трубку, внятно и энергично. Визуального контакта нет, так что решающую роль играют интонация и пауза. А потом мы вам выписываем счет и… Алло? Алло? Кстати, если во время разговора оборвалась связь, перезвонить должен тот, кто был инициатором разговора. Ведь если вы одновременно начнете друг другу перезванивать, услышите сигнал «Занято». Ну, конечно, как только ваш заказ будет готов, мы вам сразу же перезвоним. Всего доброго, до свидания. Разговаривай по телефону правильно и всегда будешь услышанным. Марина, дежурная по рубрике.